Всем привет! С вами Диана Лауши и в сегодняшнем выпуске рубрики Chinese Please мы поговорим про Игру Престолов. Ну что, рассказывайте, вы из тех, кто вообще никогда не смотрел этот сериал или из тех, кто уже посмотрел последнюю серию восьмого сезона? Уверены, и тем и другим сегодняшний выпуск точно понравится. Почему? Потому что именно сегодня мы с вами разберем самые знаменитые фразочки, девизы, все это на китайском языке, никаких спойлеров. И помимо всего прочего, мы с вами разберемся, как же можно использовать все эти выражения в реальной жизни. Ну что, погнали? Здесь мы будем рассказывать о самых трендовых, полезных, современных китайских выражениях и словах. Возвращаясь к вам с ответами на задание, которое было у нас в прошлом видео. Если что, смотрите его, оставлю ссылочку здесь или здесь. Итак, Хэй Пао – это черная пантера, и Хэй Куа Фу – это черная вдова. Поздравляю тех, кто ответил правильно! Молодцы! Хочу поделиться обстановочкой в Китае, связанной с Игрой Престолов. Начнем с того, что глава Китая Си Дин Пин, по слухам, является фанатом этого сериала. Но, несмотря на это, в финальном сезоне, в первой серии вырезали целых шесть минут. Фанаты были, конечно же, очень возмущены, и не только тем, что это цензура, но и тем, что вот эти вырезанные сцены, постельные или сцены битв, они очень важны для сюжета, для понимания сериала. И это уже не говоря о том возмущении, которое испытали китайские фанаты, когда выход в финальной серии, финального сезона отложили на неопределенный срок. Фух, я прям перенервничала. Давайте вернемся к теме. А теперь о главном. Пришла пора узнать, как же этот сериал называется на китайском. Чуэн Ли де Йоу Си Чуэн Ли де Йоу Си Чуэн Ли – это власть, Йоу Си – игра, а Дэ – это притяжательная частичка. То есть, буквально на китайском этот сериал называется как «Игра власти». Первую фразу, которую мы с вами разберем, так или иначе, слышали все. Мне кажется, что китайский перевод этой фразы намного лучше приближен к оригиналу «winter is coming», чем русский перевод «зима близко». «Зима близко» – это не только фраза, которая часто встречается в «Игре престолов», но и девиз дома Старков, символом которых является лютоволк. Дом Старков веками правил негостеприимными северными землями и такими же суровыми жителями. И первым встречали набеги одичалых из-за стены. Где же мы можем использовать эту фразу? Допустим, приближается пора экзаменов или пора сдачи какого-то горящего проекта, и тогда вы можете сгустить краски и сказать «зима близко», то есть экзамены близко, сдача проекта близко. Следующая знаковая фразочка дома Старков «Север помнит». Обычно она используется в контексте такого иронического злопамятства, типа «Аж». Я все помню. Бэй-динг, юнг-пу-и-ван. Бэй-динг, юнг-пу-и-ван. Бэй-динг – северные границы. Юнг-пу – никогда не иван. Забывают. Забывать. Бэй-динг, юнг-пу-и-ван. Слушайте, ну раз уж речь зашла о севере, предлагаю выучить и остальные стороны света. Бэй-север. Бэй-нан. Юг-нан. Дунг-восток. Дунг-си-запад. Си-запад. Итак, вот мы и подобрались к известнейшей фразе этого сериала. Я думаю, объяснять эту фразу не нужно, но давайте разберем необычный оборот. Это такое супер абсолютное отрицание. Не просто «Джон Сноу, ты не знаешь», а «Джон Сноу, ты вообще ничего не знаешь». С темой предлагаю пройтись по девизам и других домов. Ребят, хочу обратить ваше внимание, что для разбора мы взяли не все фразы и не все девизы домов, а только те, которые вам реально пригодятся в жизни. Переходим к дому Ланнистеров. Гербом Ланнистеров является «Рыкающий лев», что очень точно перекликается с девизом их дома. Услышь морёв! Ланнистеры по праву считались одним из богатейших домов Вестероса, но затем мы узнаем, что на самом деле это богатство не настоящее, и они уже давно существуют за счет займов у Железного банка. Давайте не уходить далеко от темы и быстренько разберем суперзнаменитую фразу Ланнистеров. Ланнистеры всегда платят по счетам. Ланнистеры owe the Iron Bank quite a lot of money, but ланнистеры always pay their debts. Это ланнистеры. Иметь долги. Обязательно, непременно. Возвращать. Где мы можем использовать эту фразу в жизни? Допустим, вы хотите о чем-то попросить, но человек сомневается, стоит ли вам давать эту вещь или стоит ли оказывать вам эту услугу. Вы можете напомнить, что вы человек очень ответственный, всегда выполняете свои обязательства, и вот тут вам пригодится эта фраза. Ланнистеры всегда платят по счетам. А теперь переходим к дому Грейджоев. Девиз дома Грейджоев мы не сеем. Но на наш взгляд, эта фраза недостаточно передает дух этого дома. Поэтому мы выбрали другую. Где я встречала эту фразу? Однажды я в интернете видела один мемасик, где пользователь рассказывал об очередном провальном фильме нашего российского кинематографа, и кто-то в комментах написал, Ну, то, что мертво, умереть не может. Следующая фраза пригодится вам, если кто-то из ваших близких пошел гулять поздно или наоборот поздно возвращается домой, и вы хотите, во-первых, проявить заботу, а во-вторых, предостеречь. Ночь темна и полна ужасов. Чанг е ман ман, чу-чу сянь е. Чанг е ман ман, ночи долги. Чу-чу повсюду сянь е. Опасность или коварство. Чанг е ман ман, чу-чу сянь е. И последняя фраза на сегодня. Конечно, вы можете ее даже не учить, но я очень хочу ей поделиться, потому что она очень красивая, поэтичная. Ну, и вообще, я обожаю Дом Старка, поэтому... Когда падает снег и дует ветер. Одинокий волк обязательно умрет. Ну что, ребят, я надеюсь, это видео вам понравилось. Предлагаю обсудить, какие вам нравятся дома из сериала «Игры престолов». Ну, вы уже поняли, что я фанат Дома Старков. И напишите, пожалуйста, внизу фразы, из каких фильмов или сериалов вы бы хотели, чтобы мы разобрали следующих видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока!